Добрый день, уважаемые коллеги! Я Андреева Юлия Валентиновна, профессор Высшей школы журналистики Казанского Федерального Университета. Хочу с вами поговорить о очень интересных темах, которые сегодня становятся с каждым днем все более актуальны. Мы переходим с вами в ситуацию цифрового мира, в ситуацию виртуальной реальности, когда наши технические возможности позволяют нам становиться другим и исследовать новые миры. И если человек научится управлять этими вселенными, цифровыми мирами, то он научится, наверное, быть прогрессивным и как-то быть успешным в этом мире. Поэтому тема нашей сегодняшней беседы – это психология виртуальной реальности. Как психология может помочь нам быть более эффективными и как научит нас управлять этими новыми мирами. Цифровой мир можно представить как процесс и результат и среду жизнедеятельности человека. Вообще все, что происходит с человеком – это контакт со средой. А мы сегодня говорим о том, что человек, погружаясь в цифровое пространство, контактирует с совершенно новой интересной реальностью, где до этого не ступала нога человека. И новые, скажем так, объекты этого мира, новые нарративы – это образы и какие-то результаты, когнитивные результаты человека, которые принесли из реальной жизни, перенесли в какое-то цифровое пространство. Это общие символы творческого самораскрытия человеческой культуры. Цифровая вселенная – это общее пространство цивилизации. И мы все будем взаимодействовать и будем в этом пространстве решать свои задачи. Коммуникативные, образовательные, задачи творческого саморазвития, задачи управления, задачи взаимодействия и так далее. То есть это некое пространство, где мы можем с вами воплощаться и проживать, осмысленно проживать какие-то моменты своей жизни. Здесь это в цифровом мире очень важные ценностные, смысловые нарративы. Об этом мы с вами будем говорить. Вот, допустим, человек, который оказался в цифровом пространстве, в какой-то игре или в VR-чате или где-то, вы увидите множество символов. И это такие некие метанарративы. И все они похожи на то, что где-то когда-то человек видел в реальном мире или о чем-то мечтал. И, как говорил Жан Бадрияр, это некие симукляры. То есть это то, что в цифровой реальности воплощены некие отголоски того, о чем человек мечтал или знал в реальности. Население цифровой планеты, цифрового мира, это некие образы, некие аватары, которые становятся образами, которые известны по, скажем так, по культуре, по мета-каким-то пространствам, потому что человеку присуще здесь. То есть это ситуация, когда герой какие-то проявляет и положительные, и отрицательные черты, и он как-то их воплощает в динамике. И очень интересно, что мы будем как-то сотрудничать с этими аватарами и иногда даже представлять в них самих себя. И очень интересно говорить о том, что как будет представлена эта цифровая вселенная, такой, в общем-то, и станет путь развития человечества. То есть если мы говорим о том, что будет там больше агрессивности или будет больше какого-то нравственного, гуманитарного контента. И так будет формироваться среда. То есть среда будет влиять на нашу стратегию самовоплощения. И ведь это мы создаем некий мир, в котором будут расти и дети, где будем садиться за стол переговоров мы. И очень важно, чтобы эта среда обитания была уютна для человека. И тут мы говорим о интересной конструкции, которую предложил еще Уильям Джеймс, когда говорил о концепции, о я-концепции. Мы можем ее раскрыть дальше и сказать, что сегодня появляется не просто я реальная и я идеальная, а я социальная и я виртуальная. И очень интересно понаблюдать, что именно человек привносит в эту цифровую среду, каким он хочет, чтобы его видели другие. Вот очень интересно, если посмотреть наши странички в социальных сетях, очень интересно посмотреть, какие именно фотографии, ситуации, диалоги, посты, как именно презентуем мы себя, что именно мы хотим предоставить, какое знание о себе предоставить миру. И об этом мы говорим, когда говорим о цифровом следе, какой цифровой след останется после нас. Ведь сегодня человечество перешагнуло границу даже бессмертия. И все, что произведено нами в цифровом пространстве, даже вот эта лекция, она останется нам многие-многие годы. Это очень интересно, что мы оставляем такой некий шлейф, шлейфовые явления нашего образа. И мы говорим, как журналисты, говорим о медиаобразе. Психология виртуальной реальности – это новая сфера исследования, которая включает, конечно же, медиапсихологию, различные области социальной психологии, психологии личности, психологии масс. И мы говорим о том, что это новое пространство исследования, которое существует на стыке когнитивных наук и IT-технологий. И ключевая проблема, психология виртуальной реальности – это адаптация индивиду и групп к взаимодействию с искусственным интеллектом и взаимодействию между групп к условиям деятельности в виртуальном пространстве в ситуации дополненной реальности. Психология VR – это изучение особенностей, особенности и научения человека, расширение функций сознания, поскольку идет восприятие совершенно новой среды, нового пространства самопрезентации и воплощения деятельности. И здесь очень интересные происходят процессы с памятью, с эмоциональным проявлением, психофизиологических реакций. Очень интересно, что в виртуальной реальности человек научается и получает возможность делать то, что никогда до этого не делал и не имел такого опыта. Но, допустим, летать или производить какие-то манипуляции, строить там, я не знаю, какие-то дворцы на небесах. Но интересно, что сознание, все, что произведено человеком в действительности, сознание будет записывать как событие, которое осуществилось, которое произошло. И очень важно, как человек к этому событию будет относиться, как он классифицирует для себя это событие. Казанский университет представлен разными научными школами, и психологическая база, подготовка здесь велась очень всегда фундаментально. И мы можем вспомнить великого Владимира Михайловича Бехтерева, который создал здесь первую в России психофизиологическую лабораторию на кафедре душевных болезней. И человек рассматривался им всегда как система, как целостность с множеством подсистем. Важнейшей функцией человека является сознание и осознавание своих процессов. В докладе сознания его границы в 1888 году Бехтерев представляет психику как динамику сознательного и бессознательного. Это произошло задолго до проявления и публикации известного нам всем психодинамического направления Зигмунда Фрейда. И эта лекция, блистательная лекция, была дана в стенах Казанского федерального университета. Но мы здесь можем вспомнить школу Мерлина и Климова, вспомнить исследования Ниссана Мироновича Писахова, который исследовал психофизиологические особенности проявления человека в разных ситуациях, в ситуации деятельности, обучения и так далее. И вспомнить школу, которая существует и сейчас. Это школа Валентина Ивановича Андреева, Леонид Михайловича Попова и многих других удивительных исследователей, с которыми нам интересно соприкасаться и актуально соприкасаться и поныне. Психология виртуальной реальности – это синтез подходов к исследованию феномена цифровой трансформации человека в условиях расширяющегося цифрового поля. В ситуации диахромности, диатопности, многомерности, нелинейности и иных характеристик виртуальной среды. Что такое диахромность, диатопность, мы с вами сейчас поговорим. Диахромность – это вне времени, диатопность – это вне пространства. Преодолевая границы существующего в реальном мире границ самопрезентации, границ взаимодействия, человечество получает новые возможности, но и новые испытания. И вот эта ситуация многомерности, неопределенности, которая возникает при соприкосновении с новой средой, мы об этом тоже будем говорить. И это задает некие новые условия развития человека, развития человеческой среды, человеческой организации. И нелинейность мышления, нелинейность процессов, такая хаотичность, спонтанность, импульсивность, одновременность – это как раз результаты того, что меняются границы воплощения, границы реальности. Если мы говорим, что для каждого состояния, для каждой ситуации нужен свой метод, свой подход, то мы говорим, что в гештальт-психологии заложена такая очень интересная константа здесь и сейчас, когда мы все, что происходит с человеком, исследуем с позиции настоящего момента. И даже те переживания, которые у него были когда-то, они все равно в данной ситуации звучат по-другому. И мы говорим о ситуации поля, это теория Курта Левина. Психоанализе активно исследуется пространство было, пространство прошлого. И психодинамическое направление исследует причину каких-то возникновений проблем. И Зигмунд Фрейд говорил, произнес очень интересную фразу, если человек осознал проблему, то он на 50% уже готов ее решить. И здесь получается, что разные подходы мы сейчас, здесь и сейчас для исследования цифрового мира, для исследования ресурсов, творческого приспособления человека к новой среде. Мы можем использовать, но очень интересно применять. Но виртуальная реальность и виртуальная психология рассматривает человека в константе всегда и везде. И вот очень интересны эти границы воплощения человека. Они многие вещи настраивают, многие вещи меняют. Феноменология личности в мире медиа. Это та тема, о которой я посвятила этому многие лекции. Мы говорили об этом и со студентами, и с аспирантами. Проведена большая работа. И мы, подводя итог, можем сказать, что на всех уровнях человеческого самопредъявления личности, самовоплощения, идут влияния включения новых технологий. Намышление – это адаптационные, компенсаторные явления, которые происходят на когнитивном уровне. Возникают новые стратегии обработки информации. Это очень интересно. Новая логика отбора информации. И эта логика, она воплощается, и мы об этом поговорим, в техниках сторитейлинга. То есть это некие творческие инструменты, которые позволяют сегодня человеку управлять своим когнитивным ресурсом. Аффективные проявления. Ну, каждый из вас сталкивался с тем, что когда не хватает каких-то слов, каких-то жестов, а невербальные проявления в цифровом мире ограничены, по крайней мере, сейчас. И мы пользуемся смайлами, пользуемся какими-то эмоджиями, и по-разному пытаемся перенести эмоции, скажем так, создать эмоциональный шлейф любого сообщения. Поведение, конечно же, сегодня первое, что приходит на ум, это действие человека в какой-то сложной ситуации. Что мы начинаем делать? Мы начинаем искать информацию, которая поможет нам, как путеводная звезда, указать, в каком направлении нам двигаться. Потому что иногда в ситуации неопределенности даже само по себе выбор действовать или не действовать, это уже какое-то решение. И поведение в новом цифровом веке для человека – это в первую очередь информационное поведение. Как мы привыкли получать, обрабатывать, анализировать информацию? Что происходит с нами, когда мы сталкиваемся с противоречивой информацией? Как мы оцениваем полезность информации? И как мы управляем, как на уровне поведения происходит управление теми знаниями и пониманиями, которые мы получили? Ведь вот это три единства проявления человека – это впечатления, которые адаптированы к определенному опыту, которые соотнесены с определенным опытом, и произошел подбор поведенческой стратегии. Это все неделимо, это все происходит в едином процессе. Очень интересно, что в цифровом обществе, в цифровом каком-то новом мире изменяются, трансформируются даже ценности. Сегодня понятие, допустим, правды, неправды искажено. Понятие красоты, добра, правильного, неправильного имеет тоже свои какие-то трансформационные элементы. Почему мы говорим о правильном и неправильном, о правде и неправде? Потому что мы понимаем, что правда субъективна, она у каждого своя, и нужно оценивать ситуацию с позиции не только «что говорит», но и «кто говорит» и так далее. На какой площадке говорит, с какой целью говорит. То есть любая информация является такой управляющей доминантой еще. Именно поэтому ценностные модели, ценностно-смысловые модели тоже начинают как-то размываться, двигаться. Интересно, что для привлечения внимания, допустим, некоторые границы прекрасно безобразны. Вот таких вот эстетических категорий тоже могут двигаться. То есть то, что прекрасно, становится достаточно обыденно, а безобразно, нарушающий какой-то канон, это вдруг становится предметом интереса. Но здесь это тема отдельных, скажем так, исследований, о которых можно тоже говорить. Меняется процесс самовосприятия. Самовосприятие. Кто я, где я, как я контактирую с этим миром, какое еще проявление для своих, скажем так, возможностей. И здесь мы говорим о выходе за рамки даже физического тела. Что происходит с нами, если мы увлеченно читаем книгу, но мы погружаемся в мир героя. И умножьте это в разы, если мы говорим о включенности в виртуальный поток, в ситуацию виртуального погружения. Здесь интересные тоже наблюдаются трансформации. Еще Элвин Тофлер в прошлом веке, в 80-х годах прошлого века, говорил, что человечество столкнется с футурошоком, с ситуацией излишнего стресса, когда будет утрачена возможность критически оценивать ситуацию. Он говорит об утрате чувств реальности, о потере возможности контролировать ситуацию, потере ориентации. И характеризует футурошок как оглушительный стресс. И Элвин Тофлер говорил о том, что человечество может подбирать только коллективные, групповые стратегии самообладания, самоуправления в этой ситуации, когда что-то превышает, скажем так, такое поле, как... Ну, мы можем сказать, что что-то границы, границы, скажем так, привычного, совершенно нарушены какой-то излишней энтропией, какой-то турбулентностью. И в таком случае человек становится более адаптивным, когда он находится в команде, когда находится в ситуации группового взаимодействия. Потому что адаптационные ресурсы людей, скажем так, начинают дополнять один другого. И гораздо больше поддержки человек испытывает в присутствии группы. Пространство новых возможностей – это возможность проживания сценарий поведения, новых сценарий поведения, которые пока человечеством не отработаны, неизвестны. Об этом мы тоже будем говорить. И что такое сюжет мира? Он какой-то становится новый, да, границы мира расширяются. Он становится поливариативный, многоуровневый. И вот это действие ощутимо, поскольку обратная связь, цифровая среда дает обратную связь. Если вы в виртуальном шлеме, в хорошем современном прыгните, то вы получите отклик на уровне даже физических ощущений. Таким образом подкрепляется наш психический опыт. И интересно, что на одном из уровней погружения вообще сознание переходит аватару. Вспомните фильм «Аватар», где инвалид, главный герой этого фильма, он забывает уже о том, что его тело находится не здесь, не парит в облаках на новой планете, а находится где-то на сохранении. И он в последний момент вспоминает, что нужно самого себя спасать. Вот это очень интересная стратегия, которая вообще применима, наверное, к нашим размышлениям. Человеку нужно научиться самоподдержке, нужно научиться каким-то новым стратегиям управления этого пространства и управления самим собой в этом новом пространстве. Все, что происходит в нашей реальности, и я написала, вот создала такую таблицу, это гейминг, это различные краудфайдинговые ситуации, это вообще то, что происходит в информационном поле, это процессы, которые будут умножаться, будут изменяться, будут обновляться. Но все, что происходит, это, скажем так, реальное проявление каких-то процессов в информационном поле. И мы можем сказать, что уже сегодня нет ни одного реального процесса, который не отражался бы, не находил бы свое отражение в виртуальном пространстве. И у каждого человека, у каждого института, у каждой организации, у каждого даже процесса создается свое информационное поле, которое существует и разворачивается по очень интересным таким законам существования и развития. Психология личности и цифровой мир. Как мы можем соприкоснуть эти два очень интересных и глубоких понятия? Здесь, на этом слайде, если вы внимательно посмотрите, перечислены и методы исследования этой феноменологии, и теории, которые, на мой взгляд, могут так или иначе вооружить нас, помочь нам в исследовании этого очень интересного пространства. Это и философия, и психология медиа, теории из этой сферы, которые могут нам помочь тоже со-настроиться с какими-то процессами. Ну и здесь также, на этом слайде, говорится о том, что вот здесь еще раз прописано координаты реальности, координаты новой, цифровой реальности, которые на данный момент человек способен осознать. Но я думаю, что, полагаю, что на протяжении еще какого-то времени будут появляться новые координаты этого цифрового мира, к которому пока человек не очень-то и приспособлен. Скорее всего, речь пойдет о взаимодействии с искусственным разумом или его какими-то прообразами. И что будет происходить сейчас, пока исследуется в кинематографе и в каких-то интересных литературных произведениях, в каких-то, может быть, даже утопиях. А пока мы только можем предвосхищать эти события и как-то создавать немножко такую мягкую подушку безопасности вхождения человека и вообще молодого человека, может быть, ребенка в эту непростую реальность. Резкое изменение величин. И сегодня мы говорим, многие отмечают, что время как-то течет по-другому. И многие молодые эксперименты даже ставят, называют цифровой детокс или как угодно, когда они просто отказываются от любых информационных носителей, от любых гаджетов и дают себе пространство просто побыть самим собой. И интересные отмечают парадоксы, что время течет по-другому, когда ты включен в информационное поле и когда ты вне его находишься. Это новые условия коммуникации. И сегодня мы отдаем себе отчет, что в реальной мире мы взаимодействуем с людьми как-то по-другому. А в цифровом поле есть свои правила игры, есть свои границы воплощения и так далее. Потому что здесь появляются такие константы, как беспрерывность, как включенность субъектов, постоянно обновляющийся информационный поток. И многие думают, что может быть и у вас есть такое явление, когда мы не хотим или боимся проследить какое-то важное событие. И когда мы обсуждаем эти проблемы со студентами, с магистрами, многие говорят, что я как будто бы опаздываю всегда на поиск современности, я хочу всегда успеть. Возникает чувство некой тревожности, чувство беспокойства от того, что ты просто не можешь своим сознанием охватить какую-то глобальность всей информации, которая есть в этом инфопотоке. Ну и социальные проявления индивида, управления общества, они очень интересно сейчас как бы перенастраиваются, фокусируются в виртуальное пространство. Конечно, мы можем говорить о том, что новые условия влияют на этику и эстетику в этом пространстве. И любые проявления, любые границы новой реальности задают как бы новые правила и новые законы существования. И нарушение этих законов, этических законов, то есть неких установленных табу, приводит к агрессивному отклику среды. И думаю, что каждый из вас может пронаблюдать на своей истории, вспомнить, когда вы почувствовали, что сделали что-то не то и получили какой-то опыт. Как мы можем управлять этой цифровой реальностью? Ну вот здесь некоторые образы, которые воплощают так или иначе человеческие архетипы, и известные нам по сказкам, по татарским сказкам. Сюмбике, Шурале, Зеланд. И здесь это герои сказок. Но обратите внимание на то, что эти персонажи, они могут использоваться и в туристических медиапроектах, и в играх, и в обучающих каких-то контентах. И тогда становится очень важно, каким его увидели создатели, нарративные дизайнеры, каким его считали целевая группа, показался ли этот образ им узнаваемым и близким. И здесь очень важно, когда мы создаем этот медиа-контент, очень важно бывает как бы синхронизироваться с пониманием культурного кода о масс, и в то же время показать какую-то стратегию, которая не вызовет неконгруентности, которая не вызовет какой-то дисгармонии восприятия, которая не даст какого-то когнитивного разрыва. Ну здесь вот очень, думаю, что это тоже поле для исследований очень интересно. И для того, чтобы подобрать какие-то образы, конечно, здесь на помощь приходит психология, знания психологии, и какие-то особенные исследования, допустим, проведение фокус-групп, каких-то получения обратной связи, исследования предпочтения аудитории и так далее. Здесь попытка сделана на этом слайде объяснить федоминологию личности в мире медиа с точки зрения явлений и закономерностей. Ну что мы можем на данный момент наблюдать? Появляются новые картины мира, которые начинают обживаться, начинают заполняться своей символикой, своими образами, стереотипами поведения, нормами и стандартами. И сегодня целые направления в гейминге, в производстве, медиапроизводстве, очень так неплохо уже сконструированы, смоделированы. То есть что-то есть, на что уже можем опереться. И этот интерес предоставляет исследовательский, как там простроены взаимосвязи, на что сделаны акценты у разработчиков, и как именно это воплощается. И это становится критерием информационного, вообще критерием успеха. Подошло ли это аудитории, удобно ли аудитории раскрываться и быть вот в пространстве такого мира. Если мы понаблюдаем за геймплеем каких-то известных проектов, Warcraft, GTA или другими, мы посмотрим, что там создана целая вселенная этого цифрового какого-то нарратива. И как она простроена, что именно, почему именно привлекает аудиторию, что именно позволяется там воплощать, какие есть там правила игры, нормы поведения. Вот это очень интересно. И, скажем так, в ситуации каких динамических стереотипов оказывается человек, погружаясь в эти миры. И, следуя это, мы получаем понимание неких закономерностей, которые нам нужно будет и можно использовать и в медиаиндустриях, и в ситуации управления такими общественными процессами, и, конечно же, научением. И вот здесь, на этом слайде, говорится о том, что сейчас очень высокий уровень открытости человечества, новой среде, очень высокий уровень доверия, мотивация быть в каких-то новых проявлениях. Это проявление новой цифровой личности. Первый этап, который у Эрика Эриксона прописан в становлении, в росте личности, это некое доверие к миру, да, и попытка понять, могу ли я этому миру доверять, могу ли я быть здесь самим собой. Вот сейчас у человечества стоит на пороге уже принятия решения, безопасен ли этот мир для меня, хорошо ли мне здесь, могу ли я здесь развиваться. Формируется некий новый язык, и этот язык не всегда, скажем так, он не всегда вербальный. Здесь очень много каких-то нюансов на уровне, которые проявляют новые мышления, новый стиль мышления и новую картину мира, конечно же. И мы говорим о росте географических параметров. Вот у Маршала Маклюина есть размышления о том, что изменение масштабирования человечества отражается на стандартах когнитивных. Маршал Маклюин писал о том, что если представить себе мышление человека времен колеса и телеги, и сравнить это с мышлением человека времен освоения неба, когда человечество взлетело в небо и стали управлять космическими аппаратами, и просто даже самолетами, изменилась скорость жизни человека, и изменилась его ракурс наблюдения за миром. Это очень интересно тоже поразмышлять об этом, что происходит с человеком с появлением новой площадки самораскрытия. Изменяется творческое взаимодействие с миром, и здесь каждый человек становится неким архетипом, воплощением архетипа Демиурга. Я созидатель, я творю, и я даже как-то конкурирую со всем миром, я конкурирую с другими творцами, и недаром сегодня так популярны все навыки, которые присущи IT-сфере, и мало того, я даже не скажу, что это отдельная специализация какая-то. Сегодня любые направления развития человека, они так или иначе пересекаются с IT-сферой. И это интересно, что жизнь каждого из нас воспринимается как некая история изменений, как некая история постоянного научения новым навыкам. Фокус контроля у человека цифрового мира несколько тоже трансформирован, изменен. И расширение сфер проявления личности привозит к некому снижению уровня критичности. Нам некогда иногда анализировать ситуацию, анализировать самого себя, и многие вещи делаются на бегу. То есть это такое тоже воплощение, скажем так, некой цифровой тревожности, когда большое количество информации человеческое сознание обрабатывает, и какую-то часть просто откидывает в шум, в фон. И, конечно же, самопроцессы тоже в этой ситуации, они несколько изменяются, идут по-другому. Если прогнозировать то, что возможно происходить будет, и то, что происходит сегодня на уровне человечества, на уровне больших групп, то мы можем сказать, что первая волна вот такого включения в новую цифровую территорию может привести и к дезадаптации, и к развитию абстрактного, такого очень образного, и подавления логического причинно-следственного мышления. Можно сказать о том, что, возможно, и эти проявления уже мы где-то отголоски уже видим, эмоционального нарушения, когда человек не очень хорошо ориентируется в эмоциональных проявлениях других, потому что многие часы и дни, проведенные в виртуальном поле, в виртуальном пространстве, это как раз недополученная, привычная обратная связь при контакте с другим человеком. Когда мы в процессе вот такой коммуникации, мы постоянно подстраиваемся и изменяемся сами. А здесь получается, что человек остается, по большому счету, сам с собой, наедине с собой, и не получает обратную связь от живого человека, и теряется немножко в эмоциональном контакте. А ведь что такое эмоции? Эмоции – это основа основ при коммуникации, когда нужно очень быстро передать какое-то сообщение, мы, ну, там, какую-то эмоцию, да, есть ли это эмоция ужаса или эмоция опасности. То есть это, что называется, и слов здесь дополнительных не нужно, и так все становится понятно. И вот нужно ли нам это эмоциональное мышление, что оно дает человеку, и как оно нарушается в результате долгого, скажем так, погружения в виртуальное пространство. Здесь об этом тоже можно интересно размышлять и проводить исследования. Наверное, для многих очевидно, что человечество переживает ситуацию информационного стресса и как бы переходит на новую уже уровень адаптации с этим информационным стрессом, когда закрывается внимание на что-то, да, когда идет некая психологическая защита от излишнего воздействия. И формируется некая даже социофобия, как защита от присутствия в поле другого, от излишнего, может быть, токсичного какого-то контакта. Мотивационные сбои тоже возможны. Зачем мне это? Если я могу, зачем мне, допустим, там как-то украшать себя реального, если я могу быть в виртуальном пространстве, одеть на себя маску аватара и быть красивым, успешным, привлекательным. Зачем мне заниматься какой-то физической подготовкой, нагрузкой? Ну, здесь интересно, что идет какое-то переформатирование даже мотивационных наших движков. Конечно, от переутомления, от информационного стресса может повышаться и тревожность, и агрессивность, какие-то проявления такие возникать, как результат освоения чего-то нового, как погружение в ситуацию скорости, многозадачности. Если человек подгоняет, сделай все быстрее, 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 то он в этот момент начинает совершать много ошибок, в этот момент сознание, скажем так, в ситуации коллапса, стресса работает. И наша психическая начинает тоже отзываться, защищать нас. Цифровой мир, тем не менее, мир потерь или возможностей? Ну, я, как многие исследователи, говорят о том, что человеческий ресурс широк, глубок и безграничен, и наш интеллект, и наша возможность адаптироваться к реальности, она, конечно, уникальна. И мы можем предполагать, что вот это вот новое социальное пространство, новое интеллектуальное цифровое пространство, создает для нас новые возможности, которым просто нужно научиться пользоваться, изучая, осознавая, мы становимся более эффективными, мы становимся вооруженными. Преодоление порога физических каких-то барьеров, да, здесь тоже это прекрасная возможность для цифровой среды, когда мы можем контактировать, что называется, через океан, когда у нас нет физических барьеров, когда ситуация инклюзивного обучения, то есть люди с ограниченными какими-то возможностями могут учиться в лучших вузах и так далее. Это возможность, конечно же, контактировать и быть на связи со всем миром. Это очень интересно, когда мы вели с магистрами обучающие программы по трансмедиа, стори-тейлингу, был такой вот интересный у нас курс, интересная магистрская программа. Мы имели возможность пообщаться со сценаристом, который писал проекты для Голливуда. То есть, ну, это возможность задать вопрос, это возможность как-то здесь взаимодействовать и получить очень интересные знания, навыки, ну, то есть быть на уровне. Это безграничные возможности действия, да, это возможности управления, творчества, общения, что интересны и путешествия, и изучение, и исследование новых миров. И человек, если научится управлять этими мирами, он как бы становится властелином двух миров. Вот что очень интересно. И об этом мы поговорим, когда мы с вами поговорим в рамках лекции о механизмах стори-тейлинга. Спасибо за внимание. Всего доброго. Будем эффективными в новом мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok